Добрый день! Сегодня расскажу о модели, которую заказал у скульптора. Общая высота модели порядка 27 сантиметров. Модель выполнена из гипса. Ссылку на скульптора оставлю под видео. Сама модель очень текстурная, есть особенности. Сейчас о них расскажу. Модель достаточно несложная. Будет состоять сама силиконовая форма из двух частей, лицевой и тыльной. Предварительные работы, которые были сделаны по этой модели. Модель была зафиксирована на ровном плоском основании. Также была нанесена разметка на поверхности модели. Как пойдет плоскость разъема. Сейчас покажу ближе. Есть особенность небольшая. Есть небольшая особенность. В этом месте сразу перед тем, как строить пластилиновый бортик, необходимо выполнить знаковую часть, потому что в дальнейшем будет достаточно проблематично ее сделать. То есть узкое место, необходимо над ним сразу поработать, выставить замки или знаковые части, по которым форму в дальнейшем будет собираться. Следующим этапом, которым нам предстоит сделать, это выстроить пластилиновый бортик по линии разъема. Значит, линия разъема пойдет следующим образом. Вот так. И здесь в дальнейшем она сделает вот так вот. То есть пластилиновый бортик пойдет именно вот таким вот образом. Почему? Потому что нам необходимо будет сделать замок. Если замок мы сделаем на этой части, то когда две половинки будут собираться относительно друг друга, они не будут сходиться по замкам. И по этому месту будет у вас материал из формы выбегать. Неважно, какой это будет гипс или полистовым. То есть на это обращаю внимание. Сейчас займемся постройкой пластилинового бортика. Прежде чем строить пластилиновый бортик, еще, может быть я не упоминал ранее видео, скажу. Чтобы правильно выставить и зафиксировать модель на ровном плоском основании, нам необходимо вот примерно такой треугольник. Для чего он нужен? На треугольнике нанесена разметка с одной и с другой стороны от края 4 сантиметра. Для чего это делается? Для того, чтобы когда выставляем модель на ровном плоском основании, до края опалубки, у нас было, не видно, да? У нас было ровно не менее 4 сантиметра. Чуть больше можно, но тоже нежелательно. Это будет перерасход силикона, материала. Для этого нам необходимо для удобства использования вот такой вот треугольник. То есть мы его поставили от крайней точке, которая выступающей до края нашей опалубки, будет как раз 4 сантиметра. 4 сантиметра формируют бортик, через который не будет пробегать у нас материал, в котором в дальнейшем мы будем формировать замки, в котором будет собираться наша форма. Следующим этапом, что нам необходимо сделать после того, как определились с плоскостью разъема, необходимо будет готовить пластилиновый бортик. Для этого берем пластилин. И мыем его в руках. Разминаем, чтобы он был более податливый и эластичный. Можно его разогревать на водяной бане. Дальше на ровном остром основании мы его раскатываем. Получаем вот такой вот колбасень. Дальше при помощи нашего волшебного пальца. Мы его плющим. И делаем следующим образом. Шпатель. Шпатель у нас... Ширина шпателя 150 миллиметров. Больше 150 брать не советую. Неудобно им работать даже шпателем в 200 миллиметров. Работать неудобно. Получилось у нас... Ну такая вот ровная, плоская. Ну, у нас здесь есть конус. Выполним все дело на конус. Выставляем пластилин точно по нашей линии, которую мы разметили заранее. Врезаем лишнее. И вот таким вот образом формируем нашу плоскость разъемом. Будущим. Берем следующий пластилин. Берем... Угу. Толщина этих прямоугольников должна быть не менее 5 мм, а лучше в идеале около 10 мм. Почему? Потому что в дальнейшем у нас будет... Видно, да? Есть зазор. Смотрим. Это расстояние у нас приблизительно 10 мм. Значит, от этого верхнего края мы должны отступить 10 мм. И вот сюда. Ровно? Я думаю, да. Я думаю, принцип катания колбасок понятен. Поставлю поближе. Чтобы было видно. Вот так, например, да? Ну ладно. Поставлю под крышку. Ну ладно. Угу. 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 прямоугольная ставим отмечаем отрезаем не таким вот образом формируем плоскость сначала с этой стороны потом с противоположной то есть когда построил там же включить второй раз добрый день продолжаю работу над моделью бычок который заказал скульптора что на данный момент сделал выстрел пластильную бортик и сделал замки вопрос был в комментариях как я делаю замки покажу вот стек обычный стек что с ним сделал было сделано я у 1 плюс ну и заточил то есть у нее край стал острый благодаря этому он отлично режет пластилин удобно быстро просто недорого и внешний вид замков мне нравится достаточно эстетичный имеет вид дальше следующий момент на что хочу обратить ваше внимание или заострить замки сделаны таким образом видно что они повторяют приблизительно силуэт нашей модели расстояние от замка до тела модели не более двух сантиметров это тоже важно во первых сам замок когда имеет вот такую извилистую форму он придает дополнительную жесткость нашему силиконом вкладышу которую свою очередь предотвращает смещение двух силиконовых в полу форм относительно друг друга при ли те то есть чем более извилистый ваш замок имеет профиль ну конечно здесь тоже не стоит борщить повторяет ваш замок профиль модели этого достаточно больше двух сантиметров от тела модели не стоит относить замок то есть на расстоянии более двух сантиметров почему чем дальше вы отнесете замок профиль замка тем больше материала вам потребуется для того чтобы сделать силиконовый вкладыш то есть чем он дальше на дальше будет расстояние тем больше материал потребуется чем ближе будет к телу модели тем более плотнее будет прилегание и меньше вероятность того что ваша модель побежит процессе заливки здесь есть небольшая особенность по поводу вот такого перехода здесь самом деле идет раз и вот так вот поднимается почему именно было сделано таким образом потому что если бы я оставил такую плоскость и на ней бы сделал замок в процессе соединения двух силиконовых полуформ один замок давил бы другой и там скорее всего появилась бы щель им форма выбежала по этому замку с ней было бы работать неудобно то есть она доставляла бы дискомфорт следующая просили как-то в комментариях показать как выполнен узел примыкания именно пластилинового бортика самому телу модели вот показываю по всему периметру практически перпендикуляр относительно тела модели и пластилинового бортика и так выполнено везде то же самое касается и опалубки то есть я делаю опалубку и здесь тоже почти что перпендикуляр поверхности самой опалубки какими стеками я работаю чтобы получилось примерно хотя бы так же вот основной стек которым очень удобно формировать такой ровный край выполнен он из нержавейки заказывал я вам алиэкспресс если кому-то надо ссылку могу оставить под видео дальше тоже стек заказан был с алиэкспресс очень удобно его им почищать небольшие места особенно узлы примыкания допустим вот в такой плоскости этот я показал уже этим режем основном замке это же небольших местах подбираем узлы примыкания основной конечно стек которыми работаю это вот все таки вот очень удобен делает большой объем работы выравнивает сразу плоскость по всему периметру поэтому борт получается плоский ровный с ним потом удобно работать где-то если есть скругление какие-то использую такой стек все эти стеки заказывал на алиэкспресс этим практически не пользуюсь стеков на самом деле большая куча уже накопилось за это время но вот те чтоб сейчас показал работаем и постоянно они самые удобные и востребованные на этом все по поводу пластилина бортика узлов примыкания как начну наносить силикон продолжу снимать так продолжим перед нами подготовленная модель нанесению силикона одна и вторая работаю сразу на несколькими моделями силикон замешиваю небольшими порциями по 100 грамм то есть есть уже меряное количество силикона следующим этапом нам необходимо подготовить кисть готовленная кисть выглядит следующим образом вот чем отличается от кисти неподготовленной покажу на две кисти это подготовленная кисть отличается от нее подрезанным ворсом подрезая приблизительно на 10-15 миллиметров ничего делаю это для того чтобы в кисти оставалось меньшее количество силикона то есть когда мы берем кистью силикон дней остается силикон и чтобы рационально использовать материал кисть подрезаем во вторых подрезанная кисть позволяет нам производить такое действие как тампонирование то есть при помощи промокания именно таких движений можно промакивать труд доступные места что туда силикон попал вопрос был такой в комментариях как как я отмываю кисти от силикона отвечаю кисти от силикона я не отмываю почему потому что как правило модельный цех это цех небольшой отмывать можно кисти при помощи 646 растворителя он имеет очень неприятный запах помещение небольшое дышать этим растворителем ну я не хочу кисть вот такая вот кисть стоит 11 рублей 50 копеек за эту цену я ее покупаю покупая сразу 100 штук после того как я наношу на модель силикон а я наношу сразу не на одну модель силикон работают сразу над несколькими моделями тоже вам рекомендую советую чтобы работать сразу не нескольким моделям во первых и кисть можно использовать одну на несколько моделей в экономике на этом уже бюджет то есть купили несколько кистей одной кистью нанесли не один слой получается один слой на несколько моделей здесь сразу сэкономили и после того как нанесли допустим на 5 моделей или хотя бы на три силикон эту кисть можно успешно выкинуть работаем обязательно перчатках покупаю тоже в аптеке потому что силикон имеет очень такую скажи интересное свойство он хорошо держится на наших руках и потом плохо отмывается сейчас в отмеренное количество нашего силикона добавляем отвердитель на 100 грамм добавлю два с половиной грамма отвердителя силикон использую китайский супер молд при помощи деревянные палочки перемешиваем еще один значит такой очень важный момент пока перемешивают тоже скажу модель наша на выполнена из гипса гипс материал очень пористый чтобы не произошло наш силикон прилив поверхности модели надо нанести разделительный слой это делается только на моделях который имеет очень пористую структуру такие допустим к гипс на пластике разделительный слой я не использую вопросы тоже задавали почему так показал за какой разделитель покажу разделитель вот такой восковая разделительная смазка почему не вазелин вазелин он дешевле конечно но им работать по модели неудобно он оставляет разводы когда мы наносим 2 кистью и эти разводы остаются на поверхности модели дальнейшем на поверхности нашей силиконовой формы и соответственно на поверхности наших всех отливок качество отливки при этом снижается то есть вот берем нашу кисть и начинаем наносить начинаем наносить наш силикон с верхних выступающих частей и плавненько плавненько спускаемся вниз к основанию модели крупные доступные места обязательно компанируем промакиваем в сенка смазка позволяет очень быстро нанести на поверхность модели нашей гипсовой разделительный слой и его практически не видно он быстро сохнет течение допустим там двух-трех минут уже модель подготовлены вазелином там все гораздо посложнее если нет возможности достать в сенку купить она продается в интернет-магазине указывает то можно попробовать и вазелин он тоже со своей задачей справится но качество будет на порядок ниже ваших отливок сразу советую еще только при нанесении силикона большой слой не делать первый слой большим толстыми делать почему потому что пузырькам воздуха гораздо проще выходить на поверхность когда слой небольшой и силиконовая форма ваша будет гораздо качественнее сделано если слой первые сделайте небольшой вот замешал 100 грамм хватило всю модель лишнее лишь уберем хотя модель не маленькая высота модели 27 сантиметров напомню был такой странный вопрос ну по крайней мере для меня знаю может быть люди которые совсем не работали нет опыта у них работы с силиконом силиконовыми формами всем остальным через какой промежуток времени можно наносить следующий слой силикон после того как ваш силикон затвердел и стал похож на резину можно наносить второй слой следующий вопрос а можно ли это делать через сутки можно лучше сразу экономите время изготовления силиконовых форм больше ни на что это не повлияет силикон прилипает только сам по моему к себе еще моделям до которые состоят из упористых материалов такие например как гипс пластику не прилипает прилипает еще краски некоторые так что если модель покрашена какой-то краской тут тоже советую нанести разделительный слой вроде бы если с первой раза вам не удалось закрыть всю поверхность модели что страшно здесь нет видно надеюсь что видно закройте эти участки со второго раза это никак не скажется на качестве вот если вы эти участки вообще не закроете сделайте в этом месте тоненьким слой это будет плохо это уже скажется на качестве вашей силиконовой формы здесь все что можно было достать и достал вот принципе все наверно не буду видео затягивать если видео было полезным ты узнал что-то новое подпишись на канал поставь лайк для тебя это несложно а для меня это будет мотивацией снимать новые видео и делиться своим опытом желаю всем успехов то есть просто такой вот давайте дальше 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 давайте дальше